Удобность измерения, мы снизу-сверху просто подносим эти датчики, измерение происходит. То есть корову просто в стойло ставим, она не лебнет ничего, быстро. Пару минут и здоровье буренки диагностировано с предельной точностью. Самарские ученые аграрного и медицинского вузов разрабатывают первый в истории современного российского животноводства портативный ультразвуковой эхоостеометр. С его помощью фермеры и ветеринары смогут быстро и легко выявлять у животных остеодистрофию, точнее дефицит кальция. А также рахит на ранних стадиях. Прибор по своей специфике простой, но очень нужный. Мы сейчас базируемся на крупноргатом скоте, потому что это непосредственно проблема, которую сейчас уже надо решать. Потому что мы из-за проблемы, которую мы решаем, миллионные убытки теряем в год. То есть только мы подсчитали, только самарскопность около 700 миллионов рублей теряет в год. То есть за снижение продуктивности только по молоку мы посчитали. Не считая то, что на мясо, убой вынужденный. Благодаря новому изобретению фермеры смогут вовремя понять, как чувствует себя корова и скорректировать ее питание. Так риски потерь поголовья сократятся в разы, подсчитали создатели. Прибор разработан на основе советского прототипа, который не выпускается уже почти 30 лет. Впрочем, эхоостеометр 21 века будет намного удобнее и функциональней. За это время элементная база ушла вперед, стала компактнее. Появились процессоры, появились быстрые АЦП. Эта задача, она мультидисциплинарна. Здесь есть и акустика, и математика, и программирование. Будет компактный прибор весом 2-3 килограмма. И с передачей данных на мобильные устройства. Сейчас прибор – это, по сути, набор микросхем, соединенных с компьютером. Но уже летом разработчики обещают выпустить первую опытную модель. До этого времени предстоит поработать над точностью считываемых данных и программным обеспечением. Все результаты исследований будут автоматически вводиться в таблицу учета для контроля динамики состояния здоровья животных. Гульфия Асафина, Сергей Баскин. События.